Всем привет! Последняя часть мини курса. Сегодня будем делать материалы гайки и блина. Сначала материал гайки. Загружаем модель и карту нормали в программу. Первый слой металл, такой же как в грифе. Я изменил немного параметры повторения текстуры, чтобы избавиться от стыка. Следующий слой ржавый металл. Его поместим перед первым слоем металла. Он нужен для добавления деталей предыдущему слою. В видео есть третий слой. Этот слой нам не понадобится, поэтому я не обращаю на него внимание. Инвертирую карту нормали у материала ржавого металла, чтобы у нас получились углубления в металле. Добавлю новый слой черный металл. Переключим режим смешивания на from above и настроим материал. С помощью этого слоя наши углубления будут черного цвета. Еще один слой с черным металлом. Для него назначим маску. В качестве карты маски выберем карту кривизны. Настрою ее. В первом свитке выберу только ребра. Добавлю еще одну карту. Карту шума. Переключу режим смешивания на divide. Настрою ее параметры. Дублирую этот материал и в настройке карты кривизны переключу первый свиток на только полости. Таким образом я могу отдельно настраивать нужные мне маски. Следующий материал. Ржавый металл. Для него также назначу карту кривизны и карту шума. Экспериментирую с настройками. Уменьшил силу карты нормали для для первого материала. Достигнув желаемого результата экспортирую текстуры. Теперь материал блина. Первый слой ржавый металл. Этот слой даст крупные детали. Добавлю его и немного настрою. Потом еще один материал ржавого металла. Его пока не трогаем он нужен для цвета. Добавляем следующий материал. Материал черного металла. Для него я создам маску. Карта кривизны с параметром инверсии и карта шума. Экспериментирую с настройками. Еще один материал из жавого металла. В нем отключу карты цвета, металлика и шероховатости. Он нужен для мелких деталей. Переключу режим проецирования карт для второго и третьего слоя на повторение. После этого сразу появились детали. Теперь еще один слой ржавого металла. Он нужен для дополнительных ржавых пятен на всей модели. Добавлю маску и две карты шума. Экспериментирую с настройками. Цель создать мелкие части эрозии по всей поверхности модели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отключим карты металлика и шероховатости для этого слоя. Тоже самое для второго слоя. И изменим цвет во всех материалах ржавого металла на менее рыжий. Достигнув желаемого результата, экспортирую текстуры. Ну вот и все, я надеюсь, что мой мини курс был полезен для вас. Спасибо большое, подписывайтесь на канал и не болейте.